Приветище! Это Субначка Нежнуля, и мы продолжаем выживать на этой холодной, мерзлой, обледенелой планете. Я тут немножечко апгрейд сделал нашего жилого корпуса. Я сделал вот такие вот стеклянные проходики. Теперь мы спокойно можем с нашего жилого модуля попасть. Вот так вот бежим-бежим-бежим-бежим. По лесенке спускаемся и попадаем. А-а-па! Куда правильно? В стыковочную шахту. Здесь, правда, еще ничего, никого нету. Хотел отбывать, но вспомнил о том, что его нужно починить. Да и вообще пройтись по всему корпусу морехода и все это починить. Морехода почему-то просили переименовать в Мотылька, но Мотылек это совершенно другой корабль. Это из Субнатики Первой. Он выглядит иначе и вообще по-другому. У него другая конструкция, нельзя к нему крепить другие модули. Поэтому нет смысла переименовать. По поводу возвращения туда, к тому червю сказали, чтобы я вернулся, потому что там есть на что посмотреть. К тому же там вот этот вот отбойник был, молоток или как он там называется. Он нужен для того, чтобы этого червя отвлекать. Давай батарейки сейчас заменим. Мне батарейки надо поменять. Че-то я тут мешкаюсь пока болтаю. Вот так вот для батарейки. Вот. И когда я буду его отвлекать, спокойно смогу бегать. И еще сказали, чтобы когда червь выбирался на поверхность, у него типа нет глаз, он реагирует на движение. Мне нужно не двигаться. И тогда он нас не заметит. И все будет хорошечно. Также я хотел еще здесь сделать побольше шкафчиков. Перенести все с нашего морехода сюда, чтобы там ничего не забивалось. Но с другой стороны, мне может там что-то пригодится в дальних путешествиях. Поэтому я откинул эту мыслю. Пойдем скорее чинить краба и возвращаться обратно к тому червю. Давай проверим, насколько у меня поломан краб. А, всего-то 90%. 90% зачем я в него залез и отстыковался еще. Красава. Ладно, давай так тебя починим. Не страшно. О, 50% уже показывает процентов. Странно, видимо мореход 90% показал. Кстати, да, точно. Прежде чем туда отправляться, мне же нужно еще зарядить энергоячейки. У меня же нет заряда вообще абсолютно с прошлой вылазки. Так, кто-то мой мореход пихает. Ага, вот 90% это модуль морехода был. Все остальные модули у меня вроде ок. Все, я все починил, все хорошо. Ну что ж, значит мне нужно взять вот эти вот энергоячейки. На мореходе тоже энергоячейки забираем. Несмотря на то, что тут 57%. Все равно это все дело надо зарядить. Вот и чудно. Знаешь, что я подумал? Я подумал, что энергоячейки, они в основном нужны для наших морехода и краба. Поэтому я предлагаю построить зарядку энергоячейок прямо здесь. В остыковочной шахте. Давай-ка сделаем вот так вот. Эту батареечку мы вынимаем. А я отсюда возьму вот эту, например, батареечку. А эту на зарядочку. Все. Строитель у нас заряжен. Теперь для того, чтобы построить нам зарядку энергоячейок, нам нужен литий. Он у нас один есть, еще один литий нужен. И провода. Комплект проводов, у которого... Вот еще литий, пожалуйста. Комплект проводов тут у меня ничего. А, вот он, собственно. Расширенный комплект проводов. Все. Вроде бы все. Мы сейчас можем спокойненько построить зарядку для энергоячейок. Это очень шикарная новость. Вот прям здесь лупанем. Чудесно. А еще я хочу, знаешь, что сюда сделать? Колоночку поставить. Давай мы сюда еще колоночку воткнем. На противоположной стороне. Вот тут вот наверху можно? Нет, нельзя. А где-нибудь здесь? А здесь? А здесь? Вот здесь давай. Потому что слишком как-то тут скучно. Прям капец как одиноко. Мы сейчас поднимемся наверх. Давай. И здесь тоже лупанем колоночку. Вот так вот. Чудесно. И вот здесь вот тоже поставим колоночку. Закончились материалы. Что нужно? Медная руда? Сейчас будет. Теперь мы включаем музло. Музыкальный аппарат. Нет, не разобрать. Я хотел его включить. Зачем я его бью? Ну, чуть-чуть 50% сделаем. Вот. Relax music. Значит, медь забираем. И тут достраиваем. Все. У нас теперь везде музло играет. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Какая погода атмосферная вообще. Под музыку самое то. Здесь у нас тоже музло играет. Все кошерно. Значит, ставим на зарядочку наши две энергиячейки. Да. Надо побольше, конечно, сделать зарядок. Нам нужен еще расширенный комплект проводов. Уже ночь. Как быстро. О, северное сияние. Очень красиво. Давай потише сделаем. Чтоб музыка сильно не напрягала так. Значит, для комплекта расширенных проводов микросхема нужна. У меня коралл, интересно, есть? Коралл, пожалуйста. Есть один коралл, но нам нужно два коралла. Оу. Оу. Черт. Музло всю энергию выкачало. А, нет, зарядка всю энергию выкачала. Блин. Понятно. Ну, хотя бы плакатики подсвечиваются. Это радует. Давай, короче, поспим тогда. Чего, рассвета нет. Оу, молнии там сверкает. Красота. Ложимся спать. Энергосбережение восстановлено. С добрым утречком. Все праймари-системы онлайн. Шикарно. Ну, ладно. Ну, ладно, ну, ладно. Музло можно включить. Пускай играет. Нам нужно придумать новую систему энергосбережения. А именно, допустим, теплоэлектростанции, которой у нас еще нет. Мы ее не собрали. Альтернативы у нас какие-нибудь есть. Ну, биореактор можем сделать, в принципе. Но у меня биомусора что-то как-то маловато. Есть еще ядерный реактор. У меня пару стержней есть, поэтому будет годно. Значит, что я подумал. Я подумал, что мне все-таки нужен выход на мой вот этот ледяной айсберг. Потому что там есть снег. Значит, вот эту колонку разбираем. В принципе, и без нее здесь хорошо. И ставим сюда люк. Отлично. Можно выйти? Выйти-то можно. А как обратно подняться? А хотя, в принципе, я обратно тоже смогу подняться. Для чего я это сделал? Ну, во-первых, тут у меня остались ящики. Нафиг. Надо бы их забрать. А, забрать не смогу. Ладно, пускай они тут валяются. Снег. Чтобы снег брать. У меня же есть классные штуки. Так, взять снег. Есть. Смотри. У меня есть вот такая штука. Таблетка для очистки воды. Смешать со снежком для получения питьевой воды. Сейчас я беру, вот так вот смешиваю. А как это смешать? Использовать. Во! Я нажал, использовал. И что? Странно, я выкинул, что ли? А, точно, я выкинул. Так, давай еще разок. Использовать. Вот, вода получилась. Отлично. Шикарно. Надо будет достать все таблетки из морехода. А давай мы вот так вот сделаем. У меня же там куча таблеток. Я просто снега наберу. И теперь в мореход. А давай попробуем сюда запрыгнуть. Получится, нет? Хо-хо! Круто! С прыжка! Четко. Сейчас как раз освободим место в мореходе. Там куча просто этих таблеток у меня было. Где они тут есть? Тут еще куча энергоячеек. Надо все это забрать. Еще и кораллы есть. Это здорово. Можно будет сделать микросхему и еще парочку зарядников для энергоячеек. Так, вот у меня таблетки есть. И вот у меня одна таблетка есть. Ну, давай теперь все это переделаем. Смотри, какое сияние классное. Это портал. Портал. Да нет, шучу. Никакой это не портал. Просто преломление света. Так, значит. Делаем воду. Ну вот, у меня теперь 3 бутылки, 4 бутылки по 50 литров воды. Это шикарно. Можно выпить. Четко. Классная штука. А снежок мы сейчас выкинем. Знаешь, мне нравится на глайдере вот так вот выпрыгивать сюда. Хопа-на! И лесенки нафиг не нужны. О, какое тут у нас музло играет крутое. Значит, делаем микросхемку. Надо было посмотреть. Зарядилась ли у меня первая партия батареек. Микросхемка у нас готова. Дальше нам что нужно? Комплект проводов. Для этого серебряная руда нам нужна. А серебряная руда у нас есть в большом количестве в мореходе. Туда-сюда, туда-сюда. Что у нас тут по батарейкам? Отлично, они зарядились. Можно заменить. Заменяем вот на эти. Так, не то сделал. Вот. Все, эти батарейки у нас сейчас отправляются в мореход. Сразу же. Вставляем батареечки. Есть одна. И вторая. Шикос. Все работает? Свет есть? Да. Единственное, я хотел перекрасить интерьер морехода, потому что темный мне не нравится. Слишком темно здесь. Белый цвет я потом это все делал перекрашу. Значит, серебро. Серебро у нас где-то здесь было. Вот, два серебра. Отлично. Решил не тратить энергию морехода и сделать все в нашем жилом модуле. Комплект проводов у нас есть. И теперь делаем расширенный комплект. Вот и чудно. Единственное, что нам не хватает, это лития. У нас есть один литий и нужен еще один. Придется за ним куда-то плыть. Но прежде чем мы туда поплывем, я хочу посмотреть, что нам нужно для аэрогеля. Гелеобразный мешочек и рубин. Это у нас тоже есть. Гелеобразный мешочек, пожалуйста. Рубин у нас тут есть. Есть. Я это хочу сделать для того, чтобы у нас была водочистная станция. Пожалуйста. Аэрогель у нас есть. Нам нужен просто медный провод. И все. И все, шички. Есть тут медный провод. Медного провода не оказалось, но мы можем его сделать. Потому что у нас достатки меди. Все. Водочистная станция у нас имеется. Ух, что там на улице происходит. Значит, водочистная у нас встанет куда? Куда ее можно поставить-то? А, ей же трубки нужны, да, по-моему? Точно. Ей трубки нужны. Мы сюда куда-нибудь ее можем воткнуть? Там плакаты закроются. Ладно, давай ее сделаем здесь. В жилом модуле. Почему бы нет? Например, вот на этой стенке. Четко. Водосточная станция. Воду она откуда-то берет. Непонятно откуда. Теперь мне нужно сюда бутылочку поставить. А я умею бутылки делать. Черт. Солнце ушло. Света опять нет. Ну ладно, хоть спать. Светочка есть. И то радует. Ложимся спать. Да будет свет, сказал электромонтажер. Все у нас хорошо. Насчет бутылок. Давай я посмотрю, есть ли у нас бутылки. Точнее, возможность их изготовления. А, энергии пока не набралось. Но если нет, то я буду толкать туда термос. В принципе, термос можно туда затолкать. Давай попробуем термос затолкать. Почему бы нет? Может быть... Ой. Чё это я там? А, батарейку что ли поменял только что? Вот он термос. Выпиваем. И идем его сюда сейчас поставим. Термос подойдет? Ой. Куда? В смысле? Как это? В смысле? Куда термос делся? Я только что эпично просрал термос. Угу. Ну, по идее, по-моему, вода сама тут должна появляться. Правильно же? Смотри. Процесс очистки. Вода 1%. Соль 100%. О! Уже 2%. Хорошо. Значит, процесс очистки идет. Я не знаю, откуда правда он воду берет. Видимо, из-за льда. Теперь предлагаю перейти к строительству ядерного реактора. И заменить батарейки. Батарейки у нас тут уже заряжены. Четко. Значит, заряжаем теперь вот эти вот. А где музыка-то? Врубайся. Сейчас пожрем что-нибудь. Есть у меня что пожрать? Батончики. У меня были батончики в большом количестве. Вот. Отлично. Хомячим. Теперь делаем, значит, пласталевый слиток. Мне нужен титановый слиток. И еще мне нужен литий. Короче, я предлагаю отправляться за литием. Без него, походу, никак. Добываем титан, литий. А еще мне нужно высвободить карманы. Ну что, крабик, давай-ка пристыкуемся уже с тобой. Хватит тут от одиночества страдать. А, блин, сел в него. Я же батарейки-то не воткнул. Так, значит, держи. Первую партию батарейчик. Вот так вот. Все, четко. Теперь все есть. Поднимаемся. Сейчас надо еще в стыковочную шахту залететь и перекрасить мореход. Теперь бежим перекрашивать внутреннее оснащение. Так, название интерьер. Вот интерьер, пожалуйста, давайте белый будет. Интерьер. Интерьер белый. Вот. Все, четко. Да, внутри все белое. И это очень шикарно. Садимся обратно и поехали. Стыкуемся. Есть. Проверяем наш интерьерчик. О, да. Ой. Ой. Вот это, конечно, не очень круто. Я еще и плаваю тут. Все в корабле. Подожди, как это я вылез? Выйти из морехода. Я хочу войти. Управлять. Вот. Поплыли. Че, походу, капец. Я застрял. Нет, все, выбрались. Четенько. Фух. Едем добывать литий. Недолго плавая, походу, я уже нашел литий. Буквально в трехсот метрах от дома, по-моему. Если не ближе. Где наш дом? Вон. Даже сто пятьдесят. Вот и литий, пожалуйста. Сейчас я тут полазаю. Тут его, скорее всего, дофига. Ой, золото, возможно, будет. Титан нам тоже пригодится. Титан нам тоже нужен. Медь откапывать не буду. У нас ее в достатке. Ищем исключительно литий. Набрел на огромную кучу лития. Тут дофига его лежит. Эх. А, снежок надо выкинуть. Че ж я туплю-то? Снежка нам пока не надо. Вот. Литий. Тут где-то литий тоже был. А, это соль. Перепутал. Ну ладно. Всплываем. Всплываем. Короче, лития у нас теперь в достатке. И это очень-очень хорошо. Ой, пока. Не хотел тебя тревожить. Бомбер, рыбка. Также еще по пути собрал свинца, золото и... Вроде как у нас минералов теперь дофига. И более. Вот еще свинец, но там титан. Все. Все материалы собраны. Просто радостная новость. Погнали обратненько в наш жилой модуль. Там у нас сейчас будет ядерный реактор. Фух, наконец-то. Больше не буду зависеть от солнца. Почему у меня опять музло не играет, а? А, опять же вырубилось электричество из-за солнца. Ну что? А, подожди, подожди. Куда-то я поторопился, мальца. Нам же нужно сделать вот эту вот штуку. Для этого делаем вначале титановый слиток. А теперь титановый сплав. Он у нас теперь есть. Он же один нужен, да? Один. И ядерный реактор размещаем рядом с нашей кроватью. Чтобы мы радиацией питались и могли ночью светиться. Независимо от нашего ядерного реактора и фонариков. Так, хорошо. Это, конечно, очень опасно. Располагать рядом со своей кроватью ядерный реактор. Но что поделать? Ядерный реактор. Вот, здесь отлично ему место. Прямо посередине. Давай. Втыкайся. Теперь мне нужны стержни. Стержни, стержни, стержни. Ядерный реактор. А как мне их воткнуть? Сюда как-то положить, да? Пойдем достанем их. Парочку у меня где-то было. Вот он. Топливный стержень реактора. Слышишь, как они звучат? Как радиоактивные. Втыкаем их теперь сюда. Оу, еее. И у нас должно быть очень прилично энергии. Просто капец, как много. 2575 энергии мы можем питать. Если я еще поставлю парочку солнечных панелей, то это будет вообще шикарно. Это будет помогать ядерному реактору, поскольку у нас всего на двух стержнях он держится. Так что пойдем сейчас поставим где-нибудь еще по бокам солнечные панели и будет нам просто счастье. Слышишь, как музло играет? Как в клубе. Ха-ха-ха, прикольно. Блин, весь прикол, что я не достаю. Я просто физически не достаю. О! Ничего себе у меня тут щель. А меня не продувает тут, а? Ха-ха-ха, прикол. Давай-ка я здесь, короче, окно уберу. И сделаю люк. Вот такой вот люк. Теперь поднимаемся и ставим здесь солнечные панели. Вот таким вот. Оп, а, туда выше уже никак. Здесь одно. Вот так вот. И с другой стороны тоже пусть будет. Ух, какой ураган начался. Но, тем не менее, солнечные панели у нас установлены. И это не может нас не радовать. Возвращаемся обратно. Итак, наш жилой модуль стал автономным. Он теперь сам по себе. Солнце ему теперь не так уж и нужно. Возвращаем одно окно. Одно окно. Куда его вернуть? Напротив кровати, может быть. Завернуть. Можно сюда? О, четко. Все. Окно вернули. Вроде бы здесь совсем закончили. Пойдем поставим последние энергоячейки на зарядочку. Эти забираем. Вот так вот. А, в принципе, вроде бы я все зарядил уже. Да, получается? Здорово. Ой, пожрать хочу. Пожрать надо. В мореходе у меня, надеюсь, что-нибудь осталось. А, подожди. У меня там в жилом модуле, что-то есть. Да, батончик здесь. Отлично. Хоть что-то. Термос я здесь оставляю. Он мне не понадобится больше. Что еще можно здесь оставить? Давай литий немного оставим. Золото здесь оставим. Ну, вроде бы вот так вот. Все. Погнали. Жалко, конечно, нету радио в нашем мореходе. Без него тут чертовски скучно. Хотя, может, можно как-то колоночку сюда прицепить, а? Нет, нельзя, к сожалению. Было бы здорово, конечно. Погнали, короче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова